Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке я хочу показать вам, как работать с видеомасками. Вот у нас пример одной видеомаски и вот пример другой видеомаски. То есть при помощи этих масок можно сделать очень интересные эффекты. Итак, приступим к нашему уроку. Как всегда, становимся на ленту со слайдами. Нажимаем правой кнопкой мыши, вставить пустой слайд. Сами маски вы можете найти в интернете или некоторые из них скачать на моем сайте. Адрес сайта можно увидеть в водяном знаке в этом видео или в описании под этим видео. Становимся на параметры слайда. Добавить. Добавить изображение или видео. Сейчас я выбрала вот две картинки, в которые я добавляю. Одну и вторую. Нижняя у меня будет фоном. Я ее сейчас приведу в надлежащий вид. Вот так растяну. Она так тоже неплохо будет смотреться. И скопирую в следующий ключевой кадр, чтобы она у меня была статичная. Верхняя картинка у нас будет как бы подложкой под нашу маску. Давайте теперь добавим еще маску сюда. Я нажимаю на плюс. Добавить изображение или видео. И вот здесь у меня есть видеомаска. Вот она загружается. Мы можем даже просмотреть, как она у нас будет идти. Вот открываются как бы шторки. И вот здесь вот в середине у нас будет выглядывать второе наше изображение. Сразу же можно назначить ее маской. Для этого становимся на слоид с маской. Нажимаем правую кнопку мыши. И выбираем использовать как маску. Давайте просмотрим сначала, что у нас получилось. Вот открывается наша маска. И там где-то у нас другая картинка. Чтобы нам немножечко ее изменить, она лучше смотрелась. Давайте я ее подвину. Вот так. Маску можно пока отключить. То есть мне интересно, чтобы именно вот эта вот часть смотрелась в нашем открытом окошечке. Можно даже вот подвинуть сюда. Во втором ключевом кадре я могу сделать даже увеличение этого слоя. Можно увеличивать, уменьшать свою подложку. Можно поворачивать его. Это все уже зависит от вашей фантазии. Теперь я включаю слой маску. И смотрим, что у нас получилось. Вот открывается наша маска. И оттуда как бы выглядывает осень. Вот основная суть маски. Но давайте сделаем еще один интересный эффект. То есть я сейчас скопирую эту маску. Для этого становлюсь на слой с маской. Нажимаю правой кнопкой мыши. И выбираю дублировать слой. Опускаю дублированный слой вниз. Добавляю еще один слой. Уже цветной. Я выберу сейчас вот такой оранжевый. Яркий. Выбрать. Опущу этот слой вниз. Теперь становимся на слой с маской. Нажимаем правую кнопку мыши. Выбираем использовать как маску. Что нам это дает? Если мы сейчас немножечко увеличим слой с маской. То есть возьмем здесь не 100%. А например 106. И немножечко подвинем так, чтобы она была посредине нашей верхней маски. Вот так. Я стою на втором ключевом кадре. Нажимаю правую кнопку мыши. И выбираю копировать предыдущий ключевой кадр. Теперь я возьму вот здесь размытие. Немножечко увеличу. Можно посмотреть по экрану, как оно будет смотреть. Можно по цифрам. В общем, это тоже зависит от вашей фантазии. Ну вот. Допустим, возьмем вот такое вот значение. У меня здесь стоит 43. И давайте теперь посмотрим, что у нас теперь получается. Вот видите, у нас появилась как бы тень. Но она появилась не сразу, а чуть позже. Для того, чтобы она сразу появилась, нужно второй ключевой кадр скопировать в предыдущий. И теперь смотрим. То есть у нас вокруг нашей маски, вот здесь, вот видите, появилась вот такая вот, можно ее назвать тенью, а можно наоборот назвать светом в данном случае. Вот такой несложный прием, но он дает очень интересный эффект. Если мы с вами сейчас откроем второй слайд. Вот я захожу в параметры слайда. Здесь тоже ничего сложного нет. Стоит фон, стоит слой с подложкой. Под маску. И сама маска. И вот что у нас получается. Вот я сейчас медленно вам прокручу. Вот выходит маска. Постояла немножко и меняет свой угол. Итак, давайте подведем итог. Сегодня мы с вами научились пользоваться видеомасками. Причем придавать им тень или наоборот свет, как вам больше нравится. И вот такая вот другая маска, которую вы попробуете уже сделать сами. Ничего сложного в этом нет. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok